В студии, или сказать, у меня в кабинете присутствует главный врач Роспотребнадзора Жангер Николаевич, сегодня мы проведем эфир совместно. За истекшие сутки ситуация идет по нарастающей, что мы и предполагали. Количество народа на улицах увеличивается, соответственно увеличится количество заболевших, количество контактных людей, которые мы госпитализируем. Нарушение режима самоизоляции приводит к тому, что скоро мы, возможно, уже будем получать неконтролируемый поток заболевших. Уважаемые граждане, еще раз к вам обращаюсь, без лишней необходимости не выходите, пожалуйста, на улицу. Помогите нашим медработникам справиться с этой эпидемией. Что мы имеем на сегодняшний день? В инфекционном госпитале на сегодняшний день находится 41 человек, из них 32 с подтвержденным диагнозом на уровне местной лаборатории и лаборатории федеральных. На федеральном уровне подтверждено на утро 23 человека. Всего за время лечения у нас прошло 39 случаев, подтвержденных лабораторно. Это с выписанными пациентами. Пневмония у нас на сегодняшний день из числа заболевших 14. Двое больных находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Так что, как вы видите, ситуация усложняется. Кроме этого, нужно отметить, что в результате скрининговых исследований, которые мы проводим, выявляются скрытые течения заболевания, то есть выявляются пациенты, которые даже не подозревают, что они инфицированы коронавирусом. Такие больные выявлены в Приютницком районе, в Черноземельском районе и в Лаганском районе. Все больные госпитализированы, контакты их отработаны. Они получают лечение. Состояние их не тяжелое. Как я говорил уже неоднократно, что существует до 25-27, по некоторым данным, до 30% скрытых форм течения заболевания. То есть человек даже не подозревает, что у него коронавирус. Вот таких больных мы сейчас начали выявлять и госпитализировать. Лаборатории работают с полной загруженностью, по сути, в круглосуточном режиме. Я думаю, что число заболевших будет идти у нас по нарастающей. Ну, отрадно заметить также, что у нас продолжается выписка пациентов, которые выходят уже с выздоровлением. Поэтому нужно сказать, что пока мы с этим заболеванием справляемся. Как будет идти далее ситуация, во многом зависит от вас, уважаемые граждане Республики Халмыкия. Повторюсь еще раз. Понятно, что сложные экономические условия. Понятно, что все очень непросто. Республика не из самых богатых. Но все-таки максимальный режим самоизоляции. Если вам необходимо выйти на работу, и я это прекрасно понимаю, что действительно бывают такие моменты, когда вопрос стоит о том, чтобы семья обеспечить семью, детей, тогда я к вам обращаюсь. Находясь на работе, соблюдайте все меры предосторожности. По возвращении домой обязательно смените одежду, вымойте руки с мылом тщательно. И все-таки ограничьте контакты со своими близкими. Если вы регулярно посещаете общественные места или подолгу своей работы, общаетесь с большим количеством народа. И в первую очередь, запомните это, прошу вас, в первую очередь обеспечьте безопасность своих стариков. Лица старше 65 лет являются мишенью для коронавируса. Это самые тяжелые больные. Это та группа лиц, которая находится в колоссальной зоне риска. И если вы вышли на работу, то своих стариков максимально изолируйте и обеспечьте продуктами питания. Не давайте им возможности и повода выходить на улицу. Ограничьте их. Пойдет эпидемия на спад, когда мы справимся со всеми этими вещами, справимся все вместе. Тогда они успеют и погулять, и походить, и все остальное. И пообщаться друг с другом. Сейчас я вас прошу взять своих близких, старшего поколения. Помимо контактных, контроль и оказывать им максимальную помощь. Жанра Николаевич, у вас есть что сказать? Настоящему мужчине всегда еще сказать. Юрий Николаевич. Добрый день, уважаемые земляки. У меня есть более свежая информация на 8 утра. У нас уже 43 заболевших по нарастающей. Есть уже хорошие новости, Юрий Викторович озвучил. У нас есть уже выписанные выздоровевшие люди. Скрининг продолжается. Мы идем не только по следу контактных. Мы уже начинаем скрининг здоровых лиц. В первую очередь мы, конечно, взяли группы риска. Мы распределили поток обследуемых среди трех лабораторий. Это лаборатория Минздрава, это Элистинская противочумная станция и лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Издано у нас постановление, которое зарегулировало лабораторные потоки. Значит, в группу риска входит, помимо контактных, это медицинские работники. Те, которые работают на передовой, мы их обследуем с периодичностью раз в неделю. Это сотрудники полиции, которые нам помогают в проведении противоэпидемических мероприятий и рискуют тоже своим здоровьем. Это сейчас намечается, идет весенний призыв. Мы будем обследовать призывников. Это у нас беременные женщины будут перед родами. Ну и так далее, и так далее. Что касается заболеваемости, Юрий Викторович тут уже отметил, что у нас идет неуклонный рост заболеваемости коронавирусом. Я это подтверждаю. И последние двое суток показывают нам, что у нас уже появляются больные при эпидемическом расследовании, в случае в которых источник инфекции уже практически установить невозможно. О чем это говорит? Это говорит о том, что вирус начал циркулировать среди популяции. И в связи с этим мы меняем тактику и стратегии не только здравоохранения, но и санитарной противоэпидемической работы. Со стороны здравоохранения идет мобильная перестройка системы, созданы мобильные группы, передовые группы на скорой помощи. Идет перестройка работы поликлинической сети. Юрий Викторович в ней раз уже озвучил перестройку основных больниц, которые ведут соматическими заболеваниями, занимаются. Все это связано не только с сохраной здоровья граждан, но и в первую очередь медицинских работников. Я хотел бы напомнить, что сохранение здоровья медицинских работников сейчас одна из приоритетных задач. Если мы будем терять медицинских работников, мы не справимся с эпидемией. Поэтому ужесточение режима, в том числе нарушение инструкции, личной инструкции по биологической безопасности, будет строго наказываться. Что касается населения, я хотел бы напомнить, в первую очередь обратиться к людям старшего поколения, вспомнить опыт своего далекого детства. Если мы заглянем в историю, то в 30-е, в 50-е годы, в годы подъема страны, индустриализации, был большой приток в города рабочих рук. В связи с тем, что на тот момент города были не очень обеспечены и благоустроены системами, в том числе водоснабжения, канализации, были распространены большие рабочие поселки, общежития, резко вырос уровень заболеваемости в городах. В связи с тем, что все-таки экономические планы отставали от жизненных интересов, был внедрен такой принцип, как соблюдение личной гигиены. Если вы помните, в школах были санитарные дружины, на каждом объекте были санитарные посты, нам прививали со всех доступных, так сказать, источников информации, меры личной гигиены. И то, что упомянул Юрий Викторович в своем сейчас интервью, о том, что смойте руки, переодевайте одежду, это наши банальные, старые истины, которые прививали нам бабушки и дедушки. Это те правила, которые были выведены кровью, это было не просто так внедрено в наше общество. И поэтому я призываю земляков соблюдать эти элементарные меры личной гигиены. Заходите в дом, помойте руки, снимите одежду, переоденьтесь в домашнее. Не ходите в обуви в доме, как представители западных культур. Прививайте это нашим детям в первую очередь. Хоть и со всех источников информации говорится о том, что дети переносят это заболевание легко, и в статистике заболеваемости они занимают наименьшую долю, как эпидемиолог я могу сказать, да, так оно и есть, но дети являются одними из основных контингентов переносчиков. В связи с тем, что они в большей части у них проходят в бессимптомной форме, атипичная коронавирусная инфекция, они являются одним из главных резервуаров этой инфекции. Поэтому то решение, которое приняло политическое руководство страны и нашей республики, прекратить учебный процесс в очной форме, это один из правильных противоэпидемических методов борьбы с данной коронавирусной инфекцией. Так бы хотел бы отметить также, чтобы помимо мер личной гигиены, вы соблюдали хотя бы минимальный дезинфекционный режим. На сегодня мэрии города Элисты организована бесплатная раздача дезинфицирующих средств, так называемый аналит. Один из побочных продуктов электролиза этого продукта появляется еще и каталит, который является отличным моющим средством. Поэтому земляки, жители Элисты, республики, узнавайте, где раздается это аналит, посмотрите на сайте мэрии города Элисты, запасайтесь определенным хотя бы двух-трехдневным, пятидневным запасом и начинайте применять вот этот легкий дезинфекционный режим в своих домах, в своей квартире. В первую очередь это касается обработки дверных ручек, это мытье посуды, это обработка всех горизонтальных и вертикальных поверхностей. Помимо тех элементарных мер личной гигиены, которыми я призываю вас соблюсти, также я обращаюсь к органам местного самоуправления наладить в полном объеме проведение дезинфекционного режима. Перед нами поставлена не очень легкая задача подготовить социально-экономическую жизнь страны в условиях развивающейся эпидемии. Сидеть на самоизоляции вечно не получится. И поэтому сейчас мы начинаем поэтапно все-таки оживлять нашу социально-экономическую жизнь. С недавних временем у нас начали работать ресурсоснабжающие организации. В ближайшее время мы определимся с перечнем приоритетных секторов экономики, которые начнут свою работу. В целях прекращения и предотвращения массового распространения возбудителя новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзором разработаны инструкции и памятки для различных объектов, в том числе бизнеса. Данные вот эти инструкции были направлены в различные ведомства и учреждения, в министерства, в бюджетные учреждения, в мэрию города и листы. Также достигнута договоренность у нас со средствами массовой информации, с Рея Калмыкия, телевидением, печатными изданиями о массовом распространении подобного рода инструкций. Поэтому я хотел бы обратиться к владельцам бизнеса, продавцам, арендаторам. Соблюдайте вот эти элементарные меры безопасности и профилактики, которые мы вам рекомендуем. Это касается и организации прихода, ухода и режима ваших работников. Это касается и соблюдения социальной дистанции при купле-продаже, сделке и обслуживании клиентов и покупателей. Это и применение соответствующего дезинфекционного режима. Сохранение здоровья граждан – это общий интерес. Это ваши же близкие, ваши родственники, друзья. Это покупатели, это клиенты. И хотел бы также сказать, что когда мы, простые граждане, заходим в какой-то объект, в первую очередь это магазины, это какие-то сферы обслуживания, мы хотим быть уверены в безопасности данного объекта. Со своей стороны я гарантирую, тот объект, который не будет соблюдать те меры личной гигиены, профилактики и дезрежима, которые мы рекомендуем, он работать не будет. Со всей уверенностью я вам это гарантирую. Также я требую от органов местного самоуправления, наконец-то запустить автобусы в городе Елисте. Вот это массовое скопление и скучность маршрута так не пойдет. Это становится одним из источников и рассадником инфекции. Поэтому я в категоричной форме требую в ближайшее время запустить пассажирские автобусы, в которых можно будет соблюдать элементарные меры социальной дистанции, организовать системную дезинфекционную обработку транспорта и запустить его с какой-то регулярностью. Что касается прогноза, среди эпидемиологов уже сформировался такой приблизительный план или прогноз развития эпидемии. Оно звучит, в принципе, со всех каналов. Значит, мы прогнозируем пик развития эпидемии конец апреля, начало мая. Это связано с массовым распространением вируса. В эпидемии вовлекается все больше и больше населения. И поэтому прогноз эпидемиологический, что в конце, во второй половине апреля, в начале мая, мы выйдем на пик заболеваемости. По опыту других стран мы видим, что так называемая плата или сохранение пика заболеваемости, как минимум занимает два инкубационных периода. Это 28 дней. Поэтому в течение вот этих двух недель мы будем работать и жить в условиях кошмара. И для снижения вот этого неблагоприятного прогноза и сценария нам нужно сплотиться, стать плечом к плечу и помогать друг другу. Давайте мы объединимся, не будем рисковать своим здоровьем, будем помогать медицинским работникам, не создавать им излишнюю работу. На сегодняшний день стоит одна из сложнейших задач – это обеспечить круговорот больничных коек. Чтобы на больничную койку попадали только те, в первую очередь, кому необходима неотложная медицинская помощь. Это касается тех больных, у кого развивается эпидемия пневмонии. Это касается тех, у кого начинается полиорганная недостаточность. Мы должны создать условия, при которых медики смогут оказать необходимую медицинскую помощь каждому, кому это необходимо. Поэтому в связи с этим мы меняем тактику и стратегию как лечебной сети работы, так и противоэпидемической работы. Что касается характеристики вируса, то на сегодняшний день никто не может, и даже известные вирусологи не могут до конца озвучить и дать прогноз тем мутационным изменениям, которые происходят у вируса. Согласно всем законам природы, вирус не заинтересован в смерти хозяина. И по всем законам эпидемиологии, через определенный пассаж через человеческие организмы, он теряет свою силу и патогенность и становится нашим постоянным, так сказать, соседом. Это было и с гриппом, это было в свое время и с другими инфекциями. Поэтому наши научные институты, эксперты тоже не сидят без рук. Разрабатывается несколько линий вакцин. Все вы видите из информационных каналов, что уже идет тестирование. Кто-то уже перешел с мелких животных на обезьяны, кто-то уже перешел на опыт на добровольцах, поэтому работа не стоит. И мы надеемся, что, по крайней мере, во второй половине или он лежит и болеет, и не говорит сертификацию, и можно ли будет уже организовывать какой-то промышленный выпуск в необходимых количествах этой жизненно важной вакцины. Хотел бы еще раз обратиться к землякам с просьбой лично реагировать на определенные, например, изменения ситуации. Это касается, в первую очередь, контактных. Мы физически и технически не можем определить стопроцентный состав контактных лиц. Это связано и не всегда с достойным поведением больных, когда они не называют всех контактных. Это проблема с памятью, это и проблема с другими ситуациями, с теми же, например, водителями частных извозов, которые с Москвы возят и так далее, когда мы просто физически не можем поймать водителя, потому что он постоянно в рейсе. Поэтому те из вас, кто знает, что тот человек, с которым он контактировал последние 14 лет, заболел, или он лежит и болеет, и не говорит никому, не обращается, поэтому просьба обратиться на горячие линии поликлиники города Листы, медицинского учреждения республики, Роспотребнадзора, сказать, представиться имя, фамилию, отчество, год рождения, адрес, дать контакт на телефон и сказать, с кем он был контактный, при каких обстоятельствах. Но, друзья мои, на сегодня вот такие у нас новости. Все вы знаете статистику пандемии в других странах. То, что сейчас творится в Соединенных Штатах Америки, в Испании, в Италии, конечно, мы этого не допустим. Но, нужно учитывать еще и, конечно, разные у нас культурные различия, различия в системах здравоохранения, ну и остальные особенности. Поэтому я вам гарантирую, Юрий Викторович тоже присоединяется ко мне, что мы до этого сценария не допустим. Спасибо вам. Уважаемые друзья, я бы хотел сказать еще раз немного о соцсетях. Сегодня опять, или точнее вчера появилось сообщение, что в РДМЦ, в детском медицинском центре, сотрудники абсолютно не защищены. Нужно понимать, опять-таки я повторяюсь, но придется повторяться, что Республиканская больница, перинатальный центр, онкология, Республиканский детский медицинский центр не задействованы в оказании помощи больным коронавирусом. Перед тем, как пациент попадает в эти учреждения, он проходит фильтр-боксы, которые мы создали. И мы максимально защищаем данное учреждение от проникновения коронавирусной инфекции туда. Возможно, она туда прорвется с каким-то инфарктным больным, с каким-то больным с инсультом, может быть, с ножевым ранением, ДТП. Не исключаем такой возможности. Но на сегодняшний день там нет больных с коронавирусом. И персонал работает в средствах индивидуальной защиты, которые рекомендованы, скажем, для тех условий, в которых они работают. Это маска, шапочка, медицинский халат и перчатки. Других средств защиты в виде противочумных костюмов для персонала этих учреждений необходимости нет никакой. Поэтому, когда вбрасывается вот такая информация, я прошу относиться к этому с пониманием. Это либо преднамеренный вброс ситуации для того, чтобы набрать себе там хайпа, или просто какие-то провокационные вбросы, либо просто недопонимание того, кто и в каких условиях работает. Сотрудники обсерваторов, сотрудники инфекционных госпиталей, они работают в противочумных защитах, костюмах соответствующей защиты. Учреждения, в которых медики работают не с коронавирусной инфекцией, а с обычными соматическими больными, в такой защите не нуждаются. Кроме этого, должен сказать, что на случай прорыва инфекции в эти учреждения у нас имеется необходимый запас сил, средств медикаментов и средств индивидуальной защиты для того, чтобы защитить персонал. Но мы приложим все усилия для того, чтобы этого прорыва инфекции в эти больницы не было. Нам нужно оказывать помощь детям с различной патологией, нам нужно оказывать помощь взрослым с инфарктами, инсультами, как я уже говорил, переломами, ДТП. Поэтому эти больницы мы стараемся максимально оградить от проникновения коронавирусной инфекции. И там персонал в противочумных костюмах не работает по определению. Редактор субтитров А.Семкин